Доброе утро! Сегодня 22-й день нашего карантина и наш очередной завтрак. Это каша дружба молочная. Ну и будут у нас тут кофе и бутерброды с маслом и с батоном. Мы позавтракали и теперь я начинаю подготовку к Пасхе. Мы начинаем с вами готовить куличи. Если что, я свой рецепт, который я уже всегда, ну по нему готовлю только, я выставила в сообществе. Вы можете посмотреть, там есть ссылка на видео прошлых лет. Очень хороший и удачный рецепт. Всем рекомендую. Кто из моих знакомых тоже готовил по нему. Ну вот очень много у меня хороших отзывов. Поэтому от души, как говорится. Ну что, сейчас ставлю опару и потом у меня будет полтора часа свободного времени. Всем приветики! Давайте обсудим с вами сегодняшнюю статистику. Итак, сегодня 4785 человек в России. Ну и что, нас можно поздравить, да, так скажем. Впереди нас только получается Турция. У Турции там 74 или 75 тысяч, то есть там в два раза больше, чем у нас сейчас. Но у них прирост заболевших тоже такой же, тоже 4 там с чем-то. В общем, мы обогнали всех, кого могли обогнать на первом этапе. И сейчас мы десятые в этом антирейтинге, да, так скажем, мировом. По Татарстану у нас 16 человек новых и в Челнах 4. Итого 24 человека в Челнах. Вот. Как-то так. Не знаю, девчонки, что будет дальше. Ну, вроде как, уже все, 9 мая точно аппарат отменили. Наверное, все-таки мая будем тоже сидеть. Как, собственно, я и предполагала. Ну, конечно, мы будем еще ждать официальных всех вот этих объявлений. То есть посмотрим, что нам еще скажут. Ну, а пока я стараюсь об этом лишний раз не думать. Да, как бы быть в курсе нужно, но постоянно загоняться тоже нельзя. Итак, текущие планы на сегодняшний день. Сейчас я уже поставила тесто, ну, опару на куличи. Нам нужно будет с вами покрасить яйца. Этим я всем буду сегодня заниматься. Ну, и так, знаете, немножечко окончательную уборку надо сделать. Потому что полы вот это протереть, все такое, чтобы завтра уже ничем таким не заниматься. Что еще сегодня? Возможно, какой-нибудь ужин надо будет приготовить. Короче, никаких особо таких прям грандиозных планов. Но все равно куличи и яйца, это такое дело, что вроде как не так много всего нужно сделать, но вот оно время много достаточно занимает. И также я жду ваши фотографии. Татьяна, Инга, пожалуйста, присылайте свои фотографии куличей, которые вы тоже испечете сегодня. Ну, и остальные, конечно, тоже. Если что, у меня есть директ в Инстаграме, в открытый спокойно можете туда присылать, или ВКонтакте, ну, или на почту уж совсем, если нигде не сидите, так, в таких... Вчера, кстати, был такой смешной случай. Общались вечером с зрительницей, ее зовут Зоя, она из Подмосковья. Общались с ней в Инстаграме. Ну, как-то так получилось, в общем, такие, мол, о, там, поговорили. Я говорю, давай, может, на ты, как бы, моровестница или нет? Она говорит, я не знаю, сколько тебе, мне 36. Я говорю, у меня 33. И я такая... А потом, я понимаю, что я реально, я всегда путаюсь в своей дате рождения. Ну, короче, сколько мне лет? Иногда бывает на калькуляторе быстрее высчитать. Я всегда путаюсь. Я такая, ой, 32. Ну, так посмеялись, короче. А вы путаете, если так в своих годах? Потому что вот у меня это частенько. Причем даже, когда мне было там 20 с чем-то, я, ну, всегда, реально, не знаю, почему я всегда путаюсь. То есть вот сейчас мне 32, и я уже настраиваюсь, что я иду этот 32-й свой год на 33 лет, и я уж, ну, все, 33-33. Как-то так балдача. Я говорю, на обычный вопрос могу запутаться. В трех соснах называется. Вот. Ну, было, конечно, смешно. Я прям посмеялась. Тесто практически готово. Осталось только добавить сюда цукаты и поставить на расстойку заключительную. Такое получилось хорошенькое. Гляньте. Ой, вкуснота, вкуснота. Ну, все, наши ключи поднялись, и сейчас я их отправляю уже в духовку на выпекание. И тем временем достала свой декор. Чуть не потеряла его, аж прям это, знаете, чуть не посидела. Но в итоге я нашла, вспомнила, где круто. Скоро будет красотень у меня. Куличи практически остыли. Смотрите, вот так я вытащила их из формы. Вот так выглядит мой куличик маленький. В целом, вот в керамических формах мне в итоге оказалось удобнее всего выпекать куличи, потому что, смотрите, как все хорошо пропекается, ничего не подгорает и в целом хорошо держит форму. Я раньше выпекала в бумажных формах, но мне в итоге не очень нравится. Ну, лично моя такая, не знаю, такая вот причина. А здесь у меня глазурь. Она будет ванильной. Ее я уже взбила. Сейчас потихонечку украсим. В первый раз такую попробовала глазурь. Это покупная, готовая. Но в целом, должно неплохо быть. Сейчас вытащу оставшиеся уже и покрою ею. Потом покажу, как получилось. Так, моя глазурь уже практически застывает. Это, смотрите, такая глазурь, как на прянике, короче, в итоге у меня получилось не белая. Потому что здесь у меня было добавлено масло. В общем, это такое дело. Ничего страшного. Но сейчас я все равно буду все это покрывать своими безэшками. Поэтому я думаю, что мы компенсируем. И у нас все-таки будет белая такая штучка сверху. Ну, в целом-то и так, видите, светленько получилось. Просто я обычно более белую глазурь делаю. Ну, ладно, ничего страшного. Все равно это вкусно. Ну что, вот такая полянка у меня получилась. Смотрите, какие хорошенькие зайки и цветочки. Мне лично очень нравятся сердечки тут. О, ну прям красотень, красотень. Супер просто. Класс. На следующий год можно даже с цветами поиграть. Будет сделать, допустим, цветочки розовенькими. Сердечки тоже розы. Короче, подумаю. Но в целом мне и так очень нравится. Класс. Ну все, вот такие у меня получились яйца. Вот так я их раскрасила вручную. Вроде как прилично смотрится даже. Все, к Пасхе я официально готова. Сейчас, ну, расставлю еще вот этот декор весь красивенький. И все, можно будет завтра уже праздновать. Класс. Мне нравится. Наш сегодняшний ужин. Мы пожарили стейки. И картошку тоже там же на гриле сделали. Такой у нас немножко предпраздничный ужин, девчонки. Вот такие у нас кусочки мяса получились. На косточке. В прошлый раз и готовили их. Нам понравились. Отчасти я заморозила. Всего всем приятного аппетита. У нас уже вечер. Мы поужинали. Тут что-то косты растрепались уже, девчонки. Ну что, хочу сказать спасибо большое Инге и Татьяне за то, что вы прислали свои фотографии, своей красоты пасхальной. Куличи, яйца, вот этот декор весь. Это так интересно. Так получилось еще интересно, что вы как будто услышали мое пожелание вам, которое я сегодня утром записывала. И прислали на почту эти фотки. Так классно. Поэтому не обращайте внимания, что было несколько минут назад для вас. Класс. Мне вообще нравится. Я говорю, мне реально нравится вот эта обратная связь вот с вами, со зрителями. Да, вообще в целом, когда кто-то пишет мне в директ в инстаграме или вот на почту присылаете вот фотографии. Как-то я вас так визуализирую, получается, и у нас уже идет обмен информацией, обмен эмоциями. Это прям классно. Мне это очень нравится. Ну что, давайте, наверное, я сегодня хочу вас поздравить уже с наступающей Пасхой. Потому что завтра я уже выложу влог вечером. Ну, конечно, мы завтра с вами тоже напоздравляемся. Ну, а сегодня я хочу вас поздравить именно с наступающей Пасхой. Я хочу вам пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, потому что сейчас это как никогда важно. Ну, и, конечно же, смирение и терпение. Вы знаете, в этот тяжелый час он нам дан тоже не просто так. Мне кажется, что мы все, бывает, вот за эти уже дни карантина, испытывали разные эмоции. Бывали и страх, отчаяние, разные моменты такие тяжелые. Но я вас призываю все равно верить в то, что это все закончится и все будет в итоге хорошо. Самое важное, чтобы мы берегли себя, свое здоровье, своих близких. Поэтому вот я вас всех-всех очень сильно обнимаю, целую, дорогие. Все будет хорошо с наступающей Пасхой. Завтра мы с вами еще увидимся и напоздравляемся. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока.